Продолжение следует... Модель у нас SGP321. Но принцип для всех Sony одинаковый. Сейчас вот просто на его примере рассмотрим. Открываем ссылку, которая указана в описании. Кроется сайт суппорт Sony Mobile в вкладке Xperia Compagnon для Windows. Скачиваем программу загрузить Xperia Compagnon. Устанавливаем везде далее. Далее он ставит какой-то драйвер для Sony. Устанавливает саму программу. Откроется сама программа. Выбираем вкладку Пуск. У строчки Суппорт Зон. Обновление ПВО телефона планшета. Пуск. Здесь выбираем не подключить, а восстановление телефона планшета. Ставим галочку Соглашаемся. Продолжить. Ставить галочку Соглашаемся. Ждем пока программа скачает нужные себе файлы. Они еще пока не имеют отношения к планшету. Они просто для программы нужны. Этот способ подходит абсолютно ко всем планшетам, телефонам фирмы Sony. Позволяет сбросить графический ключ, прошить, привести к заводским настройкам и так далее. Универсальный способ. И к тому же он ставит последнее на данный момент программное сечение доступное. На последнем этапе он говорит, что все риски на человеке. Жмем галочку Продолжить. Вбиваем нашу модель. Модель у нас СГП-321. Вот он наш планшет Xperia Tablet Z. Здесь он выводит на меню, где говорит, что нужно полностью зарядить планшет. Выключить. Выключен в состоянии зажатой клавишей минус. Подключить его к компьютеру. Все. Зарядили. Зажимаем клавишу вниз. И подключаем выключенный планшет с зажатой клавишей вниз к компьютеру. Ждем, прошивка начнется автоматически. Все. Сейчас на данном этапе он качает прошивку с интернета в компьютер. Потом, когда докачает, этот потухнет шарик, загорится планшет. В этот момент нельзя не выдергивать, не шевелить, ничего нельзя делать с планшетом. Прервав прошивку, планшет можно добить. Ждем, пока скачает прошивку и прошьет нам планшет. Процесс полностью автоматизирован. Теперь загрузка идет в сам планшет. И уже начался процесс прошивки. Прошивка. Прошивка подошла к концу. Он говорит, что нужно отключить устройство от компьютера. Включить устройство произойдет первый запуск. Нужен будет язык, время и так далее выбрать. Сейчас нажмем следующее и выдернем планшет от компьютера. Прошивка закончена. Второй способ сбросить, если планшет включается. меню, настройки, вниз опускаемся. Нас интересует пункт резервное копирование и сброс. Жмем общий сброс. И выбираем здесь вот пункт сбросить настройки планшетного ПК. Он говорит, вы уверены, стереть все. Нажимаем стереть все и планшет будет сброшен. Продолжение следует...